А теперь дело за преподавателями. Василий Васильевич. Широко в известных узких кругах экспериментально установлено, что у него на экзамен неудовлетворенных студентов не бывает. Андрей Алексеевич. Он сделает все возможное, чтобы не замечать дополнительное оборудование у студентов на экзамене, считает, что некоторые преобразования упрощают впечатления и укорачивают жизнь. Валентин Маславович. Автор наиболее запомнившейся лекции «Собака лает, ветер носит, надевай на ротман». Так, у нас сегодня чудовие участники, и хочется им нагадать, что переможцы чекают святковый бит в Люцини. И романтический круиз по маршруту Житомир-Ниолтингу Рыбердичев с доездом на остров имени партизана Круза, если могут приобрести по низким ценам на бедренные повязки с банановым клеем, а знаменитый Кутерье, Джана Кирзача, Христиана Дюара и Шлопопу Луготья. Так что, шановные участники, как говорил известный философ Сенека, только если человек живет, она не должна втрачать надеясь. А американский писатель-сатирик Волви добавляет, когда все остальное потеряно все же остается еще в будущее, то дорогие наши, не расстраивайтесь, если вы не найдете свою половинку. А сейчас на этой сцене встречается Марилу с ее песней о любви. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пусть за тобой закрылись двери, я никогда не устану ждать, ты никогда не устанешь верить. Я никогда не устану ждать, ты никогда не устанешь верить. Мимо судьбы слепую можешь пройти и ты, то что стекли рисует розовые мечты. Просто сказать о главном, узнаешь, что где-то там небо движением главным встречу подарит нам. О любви я не устану ждать, пусть за тобой закрылись двери, я никогда не устану ждать, ты никогда не устанешь верить. Я никогда не устану ждать, ты никогда не устанешь верить. О любви я не устану ждать, пусть за тобой закрылись двери, я никогда не устану ждать. Ты никогда не устану ждать, пусть за тобой закрылись двери, я никогда не устану ждать. Я никогда не устану ждать. Начнем с вопросов? Тетяна, для того, чтобы участники всё познакомили один одного, давай поставим мои интересные вопросы. Хорошо. Начнем с преподавателя. Скажите, пожалуйста, какое количество студентов на экзамене обеспечит вам комфорт и удобство? Ваши варианты ответов? Как сказал классик, учебный процесс. И все хорошее, но до тех пор, пока не появится студент. Поддержите Андрея Алексеевича. Больными аплодисментами. Ти, потому что ты полностью не получаешь. Спасибо. Пытание нашим студентам. Скажите, что вы сделаете, если вы встречаетесь с выкладчиком в коридоре? Варианты ответов? А. Вечно приветствуетесь и продолжите свой шлях. Вариант В. Сделайте выглядеть, что ничего не пометили. И вариант В. Сильно обрадитесь. Это тоже вариант А. Почему? Потому что я считаю, что это лучший вариант. А если вы задаете вопросы, куда идете? Я скажу, первое. Спасибо. Детяна. Я также приветствую. Спасибо. Спасибо. Уважаемые преподаватели, вот скажите, пожалуйста, кому и зачем нужен экзамен? Кто начинает? Василий Васильевич? Студентам лишний раз забратися в экзамен, а викладачам вспомнить тех студентов, которые заважали, которые проводили коллекции. Спасибо, спасибо. Спасибо. Подяжите. Девчата, вопрос у вас. Чи вы используетесь на экзамене с защитными засобами? Тетяна. Ну, конечно, как все студенты, у каждого должны быть какие-то защитные средства. Они у меня, конечно, присутствуют, но я пытаюсь на экзамене пользоваться своим разговором. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА